Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я». И с вами я, актер Владимир Ямненко. Знаете, дорогие друзья, оказывается, говорят умные люди, а может и ученые, что 5 минут хорошего настроения, то есть 5 минут смеха, заменяет 2 килограмма морковки, 2 килограмма красного буряка, 3 килограмма капусты и 5 килограмм свежих огурцов. Нет, друзья, я вас не призываю, чтобы вы отказывались от овощей. Наоборот, кушайте на здоровье. Конечно же, кушайте и нас слушайте. А мы начинаем. Фира обращается до твоего мужа Сени и говорит, «Сеня, ты знаешь, у меня в голове возникла мысль». «Да ты что? Слушай, а как она себя там чувствует, в этом пустом, сыром и пильном помещении?» В одном небольшом ПГТ, то есть поселке городского типа, жители каждый год собирали ярмарок. Ну и на ярмарке обязательно все скидывались в общий котел, так сказать, для того, чтобы помочь своему городу. И вот очередной ярмарок, все скидываются, и один из посетителей замечает мужчину, который, житель этого города, постоянно приходит на ярмарок, но ни разу не скидывался. А он очень богатый, у него миллионы. Ну и как бы все дружно решили сделать предъяву, так сказать. Они подошли к этому мужчине и говорят, «Вы знаете, мы тут провели расследование и выяснили, что какой год у нас ярмарок, вы житель нашего города, и ни разу не пожертвовали в помощь города, так сказать. А? Что вы скажете по этому поводу?» Говорит, «Да, а вы провели расследование, что мой брат прикован к инвалидной коляске и не может без сопровождающего. А провели вы расследование о том, что моя мать лежит парализованная, сама не может даже кушать, ее нужно кормить с ложечки. А вы провели расследование, что муж моей сестры, он вообще потерял и руки, и ноги. А? Провели вы такое расследование?» Те опустили голову, им стало стыдно. Они говорят, «Простите, простите нас, мы не знали». А тот продолжает, говорит, «Так вот, представьте себе, что я ни маме, ни брату, ни мужу моей сестры ни копейки не дал. А вы хотите, чтобы я вам, блядь, на ярмарок дал, а?» Два дружбана встречаются, один говорит, «Эй, Вовщик, шо с тобой?» «Да, женился недавно, свадьба была». «Да хорошо, поздравляю, а с лицом-то что?» «Ха, разбили на счастье!» Дорогие друзья, все вы помните, что у нас существует конкурс на лучший ваш комментарий. Мы очередной раз просмотрели все ваши комментарии, хотим всех вас поблагодарить, спасибо огромное. Ну, сами понимаете, все равно победителя нужно было определить. И в этот раз мы его определили. Им является Алексей Алексеевич. Носите на здоровье! А для вас, повторяю, конкурс продолжается. Вы тоже можете стать победителем. Участвуйте. Фима, вот как ты думаешь, что нужно делать, чтобы довести жену до истерики? Ой, Семен Маркович, я вам скажу, что можно вообще ничего не делать. В Саудовской Аравии создали орган-совет по защите прав женщин. Но женщин туда не пригласили. Это мне напоминает, знаете, совет по защите прав животных. Там животных тоже нет. Яша долго мечтал о сексе втроем. Но не знал, где взять еще двоих. Друзья, есть такое поверье, кто старое помянет, тому глаз вон. Но это когда речь идет о чем-то плохом. А у нас-то о веселом. Поэтому поехали. Карабас-барабас стоит возле смертного ложи Папа Карла. И говорит, Папа Карла, ну скажи, пожалуйста, ну пожалуйста, ты же все равно умираешь. Не уноси с собой этот секрет. Скажи правду. Как ты, как ты добился того, чтобы руководить куклами без шнурочков? Папа Карла улыбнулся и сказал вай-фай. Гусары играют в карты, день играют, второй играют, пьют, играют, третий играют. И вдруг один из гусар говорит, господа, что-то долго мы играем в карты, а не пойти ли нам в театр? Там сегодня три сестры дают, поручик Ржевский говорит, о, и нас трое. Яша, а зачем вам зонтик? Ну как, а вдруг дождь пойдет? Первый раз вижу человека, который боится дождя в помещении. А я не боюсь дождя, у меня зонтик. А как все хорошо начиналось, подумал бомж, раскладывая немудреную закуску на своем красном дипломе. Наташка, ну скажи, я не знаю, что мне делать. Я ему уже и мурлыкала, я ему уже и спинку царапала, и сама спинку выгибала, а он все равно меня киской не называет. Слушай, Светка, а ты ему в тапки носцы. Гаишник останавливает машину, подходит, представляется, и говорит, пожалуйста, предъявите ваши документы. Водитель смотрит на гаишника, говорит, у меня нету документов. Гаишник говорит, здорово, оружие есть? Говорит, да, вот автомат калашника, вот пистолет, там еще, говорит, у нас и пулеметы есть, еще немножко, там немного, штук 10. Гаишник говорит, секундочку, а наркотики? Говорит, да, 10 килограмм героина везем. Гаишник вообще обалдел. Так, а ну открываем багажничек, посмотрим, что там у вас. Начальник, там лежит один гаишник, а места хватит еще для двоих. Смотреть будем? Да не, не надо, я вам и так верю. Счастливого пути. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, все. Но вы не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы мы встретились с вами завтра и послезавтра и так далее. Да, друзья, обязательно привлекайте к нашему контенту своих знакомых, друзей, родственников, близких, соседей, да детей, в конце концов. А на сегодня все. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok